Звук. Напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно. Сделаем небольшую проверку и перейдем уже непосредственно к нашему сегодняшнему вебинару. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Отлично. Рад вас всех приветствовать на нашем новом вебинаре. Сегодня ведущим вебинаром будет Виталий Средиенко и расскажет про очень важную тему, которая сейчас, наверное, волнует всех о том, именно как вести себя в моменты кризиса. Ну, а перед тем, как мы начнем и перед тем, как я передам слово Виталию, я расскажу вам о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. Максимально подробно сейчас вы можете посмотреть о них на слайде, который представлен перед вами. И всегда важно помнить, что инвестиционная деятельность, она всегда сопряжена с рисками. Мы, со своей стороны, компания Наромаркетс, стараемся проводить для вас образовательные материалы, которые, мы надеемся, помогают вам улучшать ваши знания в данной сфере. Также, пользуясь случаем, хочу сказать, что запись вебинара, немного предугадав вопрос из участников, сказать, что запись вебинара будет. Она будет добавлена на наш YouTube-канал, поэтому обязательно подписывайтесь. И ссылка, и вебинар вы сможете просмотреть, а также все остальные вебинары и стримы, которые мы проводим на нашем YouTube-канале. И, пользуясь также случаем, хочу пригласить вас на вебинар, который будет проходить уже через месяц. Второй вебинар с Александром Элдером, с доктором Александром Элдером. Я думаю, что вы многие его знаете по книгам, написано им, как играть и выигрывать на бирже, например. Многие трейдеры начинали с его книг, и вот сейчас у нас появилась возможность пригласить этого легендарного трейдера, для того, чтобы он смог поделиться также своими знаниями с нашими клиентами, и это он будет делать на наших вебинарах. Зарегистрироваться на вебинар вы также сможете по ссылке, я приложил ссылку сейчас также в чат. Для того, чтобы участвовать в вебинаре, вебинар он бесплатный, в вебинаре могут принимать участие только клиенты компании Admiral Markets. Поэтому все, что вам нужно, это иметь открыт реальный счет, не обязательно его сразу пополнять, у вас может быть просто открыт, и вы сможете получить пароль для доступа уже непосредственно к вебинару, ну и запись уже, соответственно, после него. Ну, я готов также, если у вас какие-то будут возникать вопросы, вы пишите в чат. Безусловно, сейчас также Виталий вас сориентирует по его моментам с точки зрения вопрос-ответ. Я готов передать слово Виталию, трейдеру, управляющему активами. Сейчас он вам расскажет свое видение на вопрос именно кризиса и поделится своим мнением. Виталий, выходи в эфир. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик, если слышно Виталия. Напишите, пожалуйста, в чат, есть ли звук, слышно ли Виталия. Поехали. Продолжение следует... Поехали. Спасибо. Спасибо. Так, раз-раз, проверка звука. Так, раз-раз, проверка звука. Так, раз-раз, проверка звука. Так, друзья, теперь слышно, видно. Должно быть, пишет вообще, что все работает. Ставьте плюсики. Так, Роман, сейчас слышно меня? Друзья, извините за какие-то технические нюансы. Это первый вебинар за долгое время на платформе «Адмирал Маркетс». За это отдельное спасибо Роману и «Адмирал Маркетс», что пригласили. И могу здесь вещать, рассказывать свои какие-то мысли, идеи. И сегодня я, конечно, не Элдер, не Александр Элдер, но тоже есть чем поделиться и что вам рассказать. Тем более тема очень актуальная, интересная. Кризис. Сейчас многие про это говорят. И как-то многие боятся, что сейчас будет в ближайший год, допустим. И вот сегодня мы с вами немножко об этом как раз поразмышляем на эту тему. Но прежде чем мы будем размышлять, давайте возьмем 2-3 минуты, познакомимся. Вы кратко напишите, трейдер вы, инвестор, какой у вас опыт. Потому что если вы на этом месте и вы хотите узнать на тему кризиса что-то, то, наверное, вас что-то беспокоит, либо есть какие-то, может быть, идеи для трейдинга и инвестирования. Напишите. И также свой опыт, сколько вы уже занимаетесь трейдингом, инвестированием. Тоже это будет не вредная информация, скажем так. Что касается меня, пару слов обо мне. Я в теме трейдинга с 2007 года пришел на этот рынок через одну не очень хорошую компанию на букву Т, которой уже, можно сказать, нету в России, в СНГ. Они продавали Форекс, но не очень хорошего качества, скажем так, и не очень хорошие у них были услуги. Они завлекали людей на обучение и предлагали им открыть счет. Вот я так попал на этот рынок, открыл небольшой счет, слил первый, второй счет. Ничего не понял, только с третьего счета у меня начало что-то доходить. И потихонечку начал болтаться около нуля, а потом потихоньку зарабатывать. Но опять же, не каждый месяц, но квартал закрывать в плюс, год закрывать в плюс и так далее. То есть достаточно большой опыт. Сейчас уже, если перепрыгнуть через 10 лет, сейчас в теме трейдинга я уже в октябре будет 12 лет. Страшная цифра. Сейчас я являюсь управляющим активами, профессиональным инвестором. У нас есть небольшой, но приятный фонд, порядка 4,5 миллионов долларов в управлении и много торговых стратегий, инвестиционных стратегий. И мы двигаемся в таком направлении. Соответственно, в рамках сотрудничества с Адмирал Маркетс решил поделиться своими идеями по теме кризиса, по теме того, что нас ожидает в ближайшем год, полтора. И вот сегодня с вами здесь будем на эту тему общаться. Так, по-прежнему жду ваших комментариев, чтобы мне понять, опять же, какой у вас опыт, насколько сегодня копать глубоко, да, или более поверхностное такое, что-то сегодня выдать. То есть для этого мне нужно знать, какого уровня у нас сегодня аудитория собралась здесь. Это будет классально важно. Кто-то выше писал, Ирина, что уже видела, была на каком-то моем вебинаре. Напишите также, в чат, на каком вебинаре были, и сколько лет назад, будет тоже интересно почитать. Хорошо, давайте перейдем к демонстрации экрана, чтобы нам с вами по конкретике сегодня поговорить. Итак, друзья мои, опять же, ставьте плюсики, если видно мой экран, видно то, что появляется. Думаю, что все будет видно. Поставьте плюсик в чат. Итак, что касается кризиса, вы знаете, в последнее время все об этом говорится. Мы с вами четко должны понимать, как трейдеры, как инвесторы, что глобальные кризисы, они на то и глобальные, да, финансовые кризисы, что они начинаются в самых крупных экономиках. И, безусловно, экономика номер один сейчас в Соединенные Штаты, вторая экономика это Китай, потом идет у нас Еврозона, да, если говорить простым языком. Соответственно, мы должны всегда смотреть на лидера, на США, что там происходит, как себя чувствует экономика. И неважно даже, любим мы Америку или ненавидим, но все равно, как финансисты, как трейдеры, инвесторы, мы должны обращать внимание, что там происходит, чтобы нам зарабатывать, скажем так, да. Соответственно, если мы говорим про Америку, в Америке все неплохо, у них безработица на исторических минимумах, ВВП очень высокая, больше 2% рост в год, а для развитой экономики это шикарно. Да, у них было и 3,2% рост экономики ВВП, это очень круто. Вот многим хочется и мечтается о таком, потому что вот многие говорят, ну что такое 2-3% какие-то нищенские проценты, но у той же России в последнее время не получается, и даже вот такие нищенские проценты, 2-3, да, не получается никакого роста экономики. В то же время китайцы растут, допустим, на 6%, то есть для них это нормальная такая база уже, там 6-7% рост в год. Вот, но чтобы сильно не вникать в экономику, не выходить в какие-то дебри, давайте поговорим по-простому. Большинство, кто вот торгует валюту, товары, акции, самое главное, что вам нужно знать, это решение по процентной ставке от ФРС. ФРС – это Федеральная резервная система, это аналог Центрального банка в Соединенных Штатах. Ставка ключевая сейчас 2,5%, видите, здесь, и она уже, ну, давненько не менялась относительно, и есть здесь такой некий восходящий тренд по процентной ставке, к примеру, еще относительно недавно, там, в сентябре-октябре 2015 года ставка была 0,25, да, и в январе она стала 0,5, ее повысили в 2 раза. Вот мы видим такой тренд, восходящий по процентной ставке, и что это вообще значит, да, когда процентная ставка у нас с вами растет, то без, ну, это так называемая безрисковая ставка, там, 2,5% или по облигациям, там, 2-2,5% также, это та ставка, которую хедж-фонды, ну, хедж-фонды нет, но, там, пенсионные фонды, инвестиционные фонды какие-то, взаимные фонды могут получить, если просто инвестируют в долг американский, то есть в облигации, и они могут получить, там, 2%, да, 2% годовых, там, 2,5% годовых, без риска для своих клиентов. Вы скажете, что такое 2,5% для годовых, это же вообще ни о чем, да, вот для жителей России, стран СНГ, это кажется ни о чем, но для развитых стран годовых, если рост, там, 2,5%, это уже неплохо, и они, бедолаги, вкладывают большие капиталы в облигации, чтобы защититься от риска, защититься от кризиса и при этом, вот, зарабатывать какие-то деньги, там, отбивать инфляцию. Соответственно, вот сейчас эта ставка 2,5%, если ставка растет, если ставка растет, то растет ставка по безрисковым, там, вкладам, допустим, в банки, облигациям, да, вы это должны понимать, и при этом, если ставка продолжит рост, продолжила бы рост, то это очень плохо влияет на фондовый рынок, фондовый рынок, давайте, ФР, напишем, фондовый рынок, как правило, он идет вниз в эти периоды, почему? Потому что фондовый рынок – это риск, это рисковые активы, и если они видят, что, в принципе, они – это инвесторы, да, профессиональные, там, управляющие, они видят, что процентная ставка очень сильно растет, они начинают часть активов перекидывать в безрисковые вещи, в денежный рынок, в рынок долга, облигации, и выводить деньги вот отсюда. Надеюсь, это несложно, то, что я рассказываю, это такие базовые вещи, но я понимаю, что многие трейдеры, которые могут сюда прийти, этот вебинар, или там у вас нет высшего экономического образования, для вас это может быть тяжеловато, да. Так, друзья, пока все понятно, все окей, поставьте тоже плюсик в чат, давайте будем поактивнее, потому что, чтобы я знал, что вы меня слышите, понимаете, и так далее. Ставьте плюсик, либо задавайте вопрос на этом моменте. Что еще нужно знать о процентной ставке, если мы вот здесь включим максимум, что высокая процентная ставка была часто перед кризисом, 2007 год – 4,5, 2000 год – 5,5, там 87-й, да, 88-й, там 7,5, 6,5 и так далее, да, 83-й. То есть большие ставки были тогда, когда рынок потом начинал снижаться, падать. Сейчас у нас ставка 2,5, она небольшая, она не дотягивает до каких-то там 4, 5, 6, да. Мне кажется, что совсем немного, да, что совсем немного, и что есть еще куда расти. Но при этом недавно вышла информация, и вот было заседание ФРС, и господин Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, вышел и сказал, что так и так мы планируем несколько раз в этом году понизить процентную ставку. И ближайшие заседания у нас 31 июля и 18 сентября. Соответственно, и есть такая штука, она называется прогноз по процентной ставке ФРС, да. И вот здесь профессиональные участники рынка, ну, как бы так, они делают ставку, фьючерс, покупают на то событие, которое будет на заседании, да. И вот здесь сейчас с вероятностью 100%, то есть не 99, не 97, 100% ставка будет понижена на 0,25 балетных пунктов на ближайшем заседании. И на сентябрьском ставка уже практически 79% на то, что также будет еще на половинку, не на половинку, на 0,25, либо даже на полпроцента, есть такие ожидания, будет понижена ставка. То есть что это нам говорит? Это нам говорит о том, что если процентная ставка, вот здесь она росла, 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 да, а потом в какой-то момент они вдруг начнут, то есть снижать сюда наоборот, да, то доходность по облигациям пойдет вниз по безрисковым, а акции, скорее всего, продолжат свой рост, несмотря на то, что они сейчас на историческом максимуме, да. Индекс S&P 500 на историческом максимуме был недавно, там, 2,950, около того, да. Если мы берем биржевой фонд, ВИО, ИТФ, то он сейчас, вот, видите, дневной график, он здесь был, отличается немножко значение, потому что это биржевой фонд, у него свое котирование, там, 272 он был, и перебили вот этот пик в 270, который был до этого, видите, сейчас немножко откатываем. То есть мы сейчас находимся на историческом максимуме. Тут выходит господин Пауэлл, председатель ФРС, и говорит, «Ребят, мы так и так решили, что, в принципе, все у нас нормально, экономика не перегрета, и чтобы она, как бы, сильнее не перегревалась еще, мы понизлили процентную ставку, чтобы вы продолжали брать кредиты, продолжали вливать деньги в экономику, и чтобы у вас все было хорошо и здорово, да. То есть, безусловно, финансистов, экономистов такая позиция радует, да, и что происходит с рынком обычно в такое время? Рынок начинает расти, продолжать расти, если будет действительно понижаться процентная ставка, да, это очень-очень важный момент. Поэтому первый нюанс, который здесь, вот такое длительное вступление, но оно колоссально важно, чтобы вы вообще поняли, о чем идет речь. ФРС нам с вами сказала, по сути, что в ближайшее время, в ближайший год, полтора, может быть, два, скорее всего, кризиса не будет, потому что если они снижают ставку, как бы смягчают экономику, остужают ее, то, скорее всего, не будет обрушения в ближайшее время, потому что, видите, всегда, когда кризис начинался, ставка росла, ставка росла, понимаете? А сейчас она росла и начинает снижаться, то есть это немножечко такой взрыв шаблона, разрыв шаблона, и здесь немножко может ситуация по-другому пойти и откладывается, быть может, этот самый кризис глобальный, да. И первые уже у нас здесь, скажем так, симптомы, это, что профессионалы ставят на снижение процентной ставки, но сам Джером Пауэлл, да, говорит об этом, председатель ФРС, что, скорее всего, ничего не будет ужесточением интернет-политики, а будет снижаться процентная ставка. Соответственно, что, если фондовый рынок будет расти, что, к примеру, случится с евро-долларом? Давайте пару секунд об этом скажем. Индекс доллара снижается и может снижаться на этих ожиданиях, и евро-доллар, как часть этой корзины, может взлететь в моменте, то есть если сейчас он там 1.13 с копьем, то легко в ближайшее время 1.16-1.17 евро-доллар, в принципе, может подскочить в европейском государстве все тоже, не слава богу, там свои проблемы, они будут печатать деньги, то есть у евро, в принципе, большого потенциала для роста нету, но какой-то отскок в моменте такой, да, к примеру, до июльского заседания, вот, которого мы ожидаем ФРС, может что-то случиться, и котировочка может немножко повыше уйти, то есть в это четко должны знать, как трейдер. Возвращаемся к нашим баранам, все-таки у нас сегодня именно по фонду, на рынку вебинар, и что здесь хочется сказать, давайте уже, наверное, по конкретике экономику немножечко промыли, да, давайте теперь по конкретике, как защититься во время кризиса, то есть в первый момент кризиса, скорее всего, год-полтора, ближайших два, может быть, все-таки не ожидается, не будет, хотя такое предкризисное время, оно может затянуться, что-то может происходить, потому что есть санкции, там, и торговые войны, и так далее, то есть новые такие вызовы для экономики, но вы должны четко понимать, что, скорее всего, прямо сейчас, завтра, там, рынок не обвалится, и не будет вот этих рисков. Дальше, как поступить, если все-таки что-то случится, экстраординарный кризис придет, да, или, если он будет через год, что делать сейчас, как к нему готовиться? Первый момент, который не связан с трейдингом, скажем так, с инвестированием, но важный момент, если вы где-то записываете, прямо отметите себе, запишите эти важные моменты, которые сейчас буду говорить. Первое, это во время кризиса не стоит перебирать плечи, то есть не стоит, человеческим языком, если говорить, не стоит брать кредиты, потому что вы эти кредиты не сможете обеспечить, если вас там выгонят с работы, будут какие-то затруднения, то есть перебирать плечи, точно так же, как на фондовом рынке, да, вы можете купить какую-то акцию, биржевой фонд без плеча, да, вот как дает Эдмирал Маркетс, можно зайти, один к одному купить, у тебя есть 1000 долларов, 1000 долларов, купил ценную бумагу. Но во время кризиса брать второе, третье плечо и заходить там на 3000 долларов, нет никакого смысла, нет, смысл есть, если вы хотите быстренько потерять депозит, да, потому что если вдруг будет просадка к этому моменту, там 30-50% рынка, то вы потеряете деньги, если вы с плечом, да, вы потеряете позицию, то вы потеряете деньги. Поэтому не берем плечевые вещи, не берем кредиты долгосрочные, если вы сейчас хотели взять, допустим, я не знаю, дом по ипотеке с платежом 10% и ежемесячными выплатами по 50 тысяч рублей, это не самое лучшее время, не самая лучшая идея именно сейчас брать вот такой долг, брать вот такую ипотеку и входить с ней там через год-два в кризис, да, потому что это очень рисковая история сейчас, перед, если, кризисом, да. Тем более кризиса действительно давно не было, там 7-8 год, сегодня уже 19-й год, там 10-11 лет прошло, это действительно, ну, 11 лет, это уже серьезное такое, да, течение времени. А по циклам, в среднем, все-таки кризисы каждые там 11-12 лет происходят, если брать еще немножко экономики, да. Дальше важный момент, который я рекомендую всем, кто прислушивается ко мне, это перед кризисом, во время кризиса нужно иметь твердую валюту, нужно, чтобы у вас на депозитах, чтобы у вас на счетах была валюта. Что за валюта? Ну, прежде всего, это доллары, отчасти можно хеджировать, может быть, евро, потому что евро уже в таком локальном донышке, отскакивает, но все-таки я больше голосую за доллар, и мне часто люди говорят, кто в рублевые, в зоне гривны, допустим, там, или тенге, они говорят, ну как же, вот кризис, все будет падать и так далее. Все-то не все, если мы с вами посмотрим, к примеру, долгосрочную динамику доллара к рублю, да, это динамика с 2000 года. Вот мы с вами можем посмотреть, что многие уже это забыли, но, к примеру, в 2000 году доллар был 27-28, да. Сейчас у правого края графика, как говорит Александр Элдер, оно там, оно, доллар-рубль, 63-64, да, то есть, колоссальная разница, колоссальная разница, да, это уже не 27 далеко. И если вы посмотрите, вот кризисные все моменты, вот, допустим, там, 2008 год, да, были 23, проснулись, стали 33-35-36, да, потом пришел 2014 год, кризис уже такой локальный для России, 35, проснулись в 60, в 65 стало, да, в моменте, там, по 70. Ну, я уж не говорю вот здесь, многие уже забыли, как будто этого никогда не было, 98-й год, 6 рублей, и потом в моменте сразу, там, 16-20-28, да, то есть, мы помним это время, мы помним эти скачки. То есть, когда кризис, у вас должна быть твердая валюта, не мягкая, не валюта, развивающаяся страны, по которой инфляции, девальвации, то есть, инфляция по рублю, 7,5-9% годовых в среднем за 20 лет, там, 7,5, да, где-то 8, и девальвация еще раз, скажем так, в 4-5 лет, в 8 лет точно, да, у нас происходит еще схлопывание, в два раза падение рубля по отношению к доллару, и вы видите, что тренд с 2000 года, он сугубо восходящий, с 98-го, сугубо восходящий, и никуда здесь шансов никакого, в принципе, нет у рубля или у развивающихся валют, когда наступает кризис, просто запомните эту фразу, доллар растет, когда наступает кризис, видите, здесь, здесь, если мы дальше график посмотрим, здесь доллар растет, то есть, у вас должен быть хедж, у вас должна быть позиция в долларе, и когда вы заходите в кризис, потому что в кризис доллары всем нужны, даже если никуда никто не инвестирует, набирает позицию, набирают кэш долларовый, и просто в чемоданах у этих людей деньги лежат, потом они их куда-то уже там закидывают, ну, как вариант, да, потому что по доллару инфляция очень низкая, она там в районе 2% годовых, да, а исторически за долгий период времени, 1,75-2%, по рублю 8, то есть в 4 раза больше, если у вас просто рубли лежат где-то в подушке, да, там, в матрасе, то вы каждый год беднеете на 8% в среднем, а как я говорю, если вы вспомните прошлое лето, там, весну, там, май, апрель месяц, там только бензин упал, точнее вырос на 15%, то за 2 месяца бензин вырос на 15%, по какой инфляции вообще в 4, 5, 6% мы говорим, то есть инфляция, она намного больше на основную группу товаров в том числе, потому что тот же бензин, ну, просто взял и на 15% упал, точнее вырос, да, выросли цены на бензин. Так, друзья, все видно, все понятно, что-то вы сегодня совсем не активны. Серьезные вещи, такую говорю, это не просто куда пойдет евро-доллар, купить, продать и так далее, это вещи такие очень серьезные, именно как защититься в кризис, да, как в нем заработать. Безусловно, здесь нужно понимать, когда вы поменяли, там, купили валюту, доллары, допустим, да, то нужно вкладывать с низким риском и диверсифицировать свой портфель, диверсифицировать свои активы, потому что если вы просто зайдете и купите, я не знаю, 1 евро-доллар или 1 акцию Google, да, к примеру, то у вас могут быть проблемы, вы можете либо много заработать, либо очень много потерять. То есть так это не работает в теме финансов, то есть здесь все-таки вы должны диверсифицироваться. Вот, и давайте немножко об этом поговорим. Во время кризиса, либо вот предкризисной такой составляющей, самые классные вещи, безусловно, это не растущие акции, акции дивидендные. Как одна из таких акций, это, допустим, ExxonMobil, да, ExxonMobil, одна из самых крупных нефтяных компаний, наследница Standard Oil, это детище Рокфеллера. И эта компания очень крутая, у нее хорошие метрики, не будем финансовый анализ сейчас лезть, а то у нас на полтора часа уйдет вебинар. Суть в том, что компания хорошая, компания зарабатывает деньги, растет выручка, там, чистая прибыль, и компания платит хорошие дивиденды в районе 4%, постоянно их увеличивает, уже на протяжении, там, более 30 лет, насколько я помню, и выглядит, в принципе, неплохо. То есть во время кризиса, запомните, в принципе, не так сильно падают дивидендные бумаги, либо даже подрастают, потому что они дают постоянный кэшфлоу, постоянные, там, 3-4-5% годовых, еще и все-таки это актив, то есть вы можете на каких-то просадках подкупать интересную бумагу, которая генерирует прибыль, да, вот сейчас ExxonMobil, там, 77 примерно, и, в принципе, в принципе, это никакой не исторический хай, да, то есть есть потенциал движения, и сейчас есть такой импульс, и как раз вот когда такая неопределенность, часто начинают скупать именно дивидендные бумаги. Поэтому ExxonMobil – это одна из тех идей, к которым можно присмотреться, тем более сейчас вот уровень где-то 70, ну, давайте для красоты возьмем 75-77, это как раз откуда мы можем отколоться и пойти выше, допустим, на 83-85. Да, в ближайшее время это вполне себе может быть. Что еще из дивидендных бумаг, интересных, на которые можно обратить внимание? Это, безусловно, Johnson & Johnson. Я думаю, что многие знают эту бумагу. Это топовая акция, у каждого в доме есть продукция этой компании, да, там, неважно, это может быть какая-нибудь зубная паста, или это может быть какие-то лекарства. То есть Johnson & Johnson – это такая мега-корпорация, которая огромное количество продуктов контролирует, у них стабильный, спокойный денежный поток год от года, и они постоянно увеличивают дивиденды. Это очень хорошая бумага. Даже если есть какие-то проливы, видите, их тут же выкупают долгосрочные инвесторы и фонды, потому что они формируют как раз долгосрочные доходные портфели из таких бумаг, как ExxonMobil, Johnson & Johnson, AT&T, или, допустим, Chevron, да, то есть те бумаги, которые такие долгосрочные, проверенные временем, они здесь их сразу выкупают. Поэтому здесь идея какая, допустим, по Johnson & Johnson, если вы видите какое-то снижение, да, какой-то корректировки, то, как вариант, здесь это также интересная бумага. Почему мы говорим об этом, да, потому что валютный вклад, валютные депозиции, валютная доходность, да, дивиденды, 3-4-5 процентов. И здесь мы также используем диверсификацию, то есть если вы хотите сформировать свой диверсифицированный портфель, у вас в нем должно быть, ну, хотя бы там 8-10 бумаг минимум, да, и вы можете собрать из хороших, надежных компаний, по хорошим ценам, и инвестировать на долгосрок. То есть именно в плане, конечно, фондового рынка здесь срок имеет очень большое значение, потому что если вы заходите где-нибудь вот здесь, и когда рынок падает на 20% вы с криками, какой ужас, убегаете, вы убегаете с минусом, с убытками. А крупные инвесторы фонда, они выкупают рынок, он возвращается обратно. Поэтому, если завтра здесь, к примеру, котировка упадет на 250 или там 240, это классно, это хорошая возможность, это скидка, хорошая возможность для покупки индекса, либо покупки там дивидендной бумаги в свой портфель. То есть инвесторы и трейдеры на фондовом рынке, долгосрочные, позиционные, они мыслят по-другому. Они мыслят так, как если мы приходим с вами в магазин одежды и наша любимая рубашка или платье, мы видим скидку 20-30% на ту рубашку, которую мы хотели купить. Трейдеры в шоке, потому что что-то падает, они там теряют деньги, а инвесторы радуются, потому что они как те покупатели в магазине, они видят скидку 20-30-50% и они хватают и бегут, потому что это фондовый рынок что такое? Это большой магазин, где торгуются не тряпки какие-то и гаджеты, а торгуются компании, которые делают тряпки, делают гаджеты, делают зубную пасту и так далее. Но это такой же рынок, это такой же маркет. Что еще? Безусловно, можно взять, если мы говорим про Джонсон и Джонсон, то где-то всегда мимо пробегает их добрый друг Проктор и Гэмбелл, Проктор и Гэмбелл, 110, ну здесь вообще в космосе, Проктор и Гэмбелл, конечно, дорогой, да, видите, здесь стрела идет, просто, с 71, улетели на 112, по Проктор и Гэмбелл, простая очень, компания классная, компания платит хорошие дивиденды, компания зарабатывает деньги, вот вы сейчас в доме сидите, вот просто после вебинара пробегитесь, посмотрите, я не знаю, я думаю, что на каждые третьи вещи, которые у вас дома находятся, да, вот именно, такой повседневный, там будет клеймо Проктор и Гэмбелл, это такая мощнейшая компания, которая уже все скупила. Хороший рост за год, да, и, соответственно, здесь также на каких-то проливах, просадках, очень, безусловно, неплохая здесь возможность есть вклиниться в эту компанию и на долгосрок ее купить, я абсолютно убежден, что лет через, там, 5-10 эта компания будет в разы больше стоить, чем, там, 110-112, да, то есть эта компания фундаментальная, она зарабатывает деньги на каждый день, на каждом из нас с вами. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, вы обязательно пишите в чат, чтобы у нас не было такого монолога, да, не стесняйтесь, пишите, если есть какие-то вопросы. Так, что еще, чтобы не затягивать вебинар, давайте немножко ускоримся, потому что немножко мы вышли из тайминга, Pfizer, есть, я думаю, многие знают эту бумагу, знают этот холдинг, да, Pfizer, медицинская компания, вот так выглядит ее график, долгосрочная дневка, очень хорошая бумага, диверсифицированный бизнес медицинский, и, вот видите, здесь тоже каждый пролив практически, он выкупается, сразу, вот здесь упали на до 39, они успели очухаться, уже там выросли на 43, то есть, в принципе, там, 15-17 процентов обратно забрали, да, хорошая бумага, интересная, платит высокие дивиденды, дивиденды эти растут, и, в принципе, фонды, управляющие, очень любят такие бумаги, как Johnson & Johnson, там, Pfizer, Procter & Gamble, да, поэтому вы тоже присматривайтесь, очень просто и хорошо начинает свой трейдинг на фондовом рынке вот с таких бумаг, понятных, стабильных бизнесов, долгосрочных, восходящих трендов, что вы можете их попробовать поторговать и еще и получать дивиденды, понятных, да, что еще здесь можно, ну, давайте, я говорил про Chevron, можно еще Chevron добавить, также нефтяная компания, одна из наследниц Standard Oil, также, видите, здесь такая возня, мясня, скажем так, но это плюс большой, с одной стороны, некоторых дивидендных бумаг, потому что их можно купить, докупать по таким усредненным ценам, по хорошим ценам, и котировка будет, ну, редкая, такое, как Procter & Gamble, просто стрела наверх, то есть есть всегда возможность зайти, купить и получать дивиденды, да, то есть эта компания держится, даже если рынок слишком падает, такие компании, как правило, не валятся, то есть они все-таки в каком-то своем диапазоне торгуются, даже если рынок падает, допустим, на 20%, то такие бумаги снижаются всего на 10%, да, то есть у них бета не небольшая, да, скажем так. но это основные такие, их очень много, AT&T, Intel, много можно вспомнить здесь каких-то инструментов, да, по доходных, вот, давайте так, сейчас уже просто больше 40 минут у нас вебинар со всеми делами, честно, я скажу так, что еще сегодня хотел вам сказать по поводу доходных акций, да, не доходных, а акций роста, но в принципе больше, когда мы говорим о кризисе, все-таки нам нужны более защитные инструменты, такие как дивидендные акции, прежде всего, там, облигации, допустим, биржевые фонды, вот в рамках Admiral Markets вы можете приобрести там акции, да, дивидендные вот эти и ряд биржевых фондов, то есть достаточно это будет, ну, вполне, да, хватает, потому что если мы говорим про растущие акции, конечно, я могу показать там Google, Amazon, Apple, Facebook и так далее, но если вы еще не до конца разбираетесь и вот в ожидании еще вот таких каких-то кризисов или еще что-то, такие акции, как Amazon или Apple, они очень высоко, они дорогие, действительно, и все-таки они не несут никакого там денежного потока в основном, кроме там Apple, да, и их я вам сейчас не рекомендую покупать, если вы только начинаете разбираться или вот хотите именно вот разобраться вот в этой теме кризиса и на ней начать зарабатывать, поэтому здесь давайте сегодня не будем тратить время на именно растущие акции, да, может быть, в следующий раз об этом поговорим, но вы должны понимать, что, чтобы защититься, да, во время кризиса вы должны что делать, еще раз, менять валюты, рубли, я не знаю, гривны на доллары, прежде всего, откладывать в долларах, дальше, искать и подбирать лучшие акции в свой портфель с лучшим бизнесом, которые дают дивиденды, прежде всего, да, потому что даже если рынок снизится, у вас будет дивидендная доходность и дивидендные акции, они быстрее отрастают во время кризиса, потому что фонды ищут, где они могут разместить свои деньги, чтобы эти деньги приносили доход и дивидендные акции здесь одно из самых правильных решений. Дальше это диверсификация, ни в коем случае нельзя в какую-то одну историю вкладывать все деньги, да, увидели Джонсон Джонсон, увидели там Бортрон Гэмбл, да, и решили туда запихать 100% своего портфеля, так никто не делает, риски будут очень большие в таком случае, то есть вы должны сформировать свой портфель по правильным ценам от правильных уровней купить бумаги, потому что если вы купите от фонаря в зале набрали после этого вебинара по текущим ценам, вы можете попасть на просадку на такую, да, и там минус 20-30% от депозита, то есть здесь надо четко знать, что вы делаете, четко понимать, тогда у вас все будет в порядке. Поэтому диверсификация, лучшие акции, диверсификация, доллары, да, чтобы ваша доходность была долларовая, вы и так получаете зарплату, тратите деньги в рублях, нужна диверсификация в этом плане, у вас должна быть подушка безопасности в долларах, у вас должен быть депозит в долларах, инвестиции в долларах в акции, допустим, да, поэтому это колоссально важно, тем более в предкризисное время. И у вас должна быть подушка безопасности, это, если вы, к примеру, можете вложить там 10 тысяч долларов на депозит для покупки акций, да, на долгосрок, то я рекомендую всю десятку не вкладывать, но вложить, допустим, там 7-8 тысяч, а 2 тысячи оставить в подушке безопасности, что, во-первых, если вам деньги понадобятся, вдруг, там, на черный день, у вас должен быть запас, ну, хотя бы там 3 месяца ваших расходов, да, какая-то элементарная финансовая грамотность, и во-вторых, если вот такие будут проливы, да, то есть будет скидка на рынке, вещь стоила 150 рублей, стала стоить 122, да, чтобы вы могли, если вы понимаете, что делаете, взять эти деньги из подушки безопасности и докупить по выгодным ценам, докупить, усреднить свою позицию на фондовом рынке, это очень важно, и, безусловно, это весомая часть вообще управления своими деньгами, управления своим капиталом, как подушка безопасности, поэтому не стоит переживать за счет кризиса, из-за кризиса, да, вам просто нужно сделать ряд правильных шагов, и кризис, наоборот, всегда возможность хорошая заработать деньги, потому что в кризис хорошие акции продаются по более привлекательным ценам, и можно всегда докупить и сформировать более такой интересный, более интересный портфель. Друзья, если у вас какие-то вопросы, задавайте в чат, и будем потихонечку заканчивать. В принципе, основные вещи я сегодня то, что хотел, сказал, надеюсь, я донес мысль вот эту, чтобы вы поняли, где мы сейчас находимся и как поступать в такое время. Так, друзья, есть ли вопросы, пишите. Так, давайте сейчас остановим динозрацию экрана. Так, мне вот здесь пишут, что не видно график. Последнее время было видно график? Так, хорошо, вроде видно. Стоит ли шортить в кризис? Олег, но если хотите остаться без шорт и без штанов, то в принципе можете это сделать. На самом деле всегда очень большой риск все-таки в шортах, потому что акция может упасть на 30-50%, 70%, да, то есть ограниченный у нее есть лимит, но может упасть на 100%, обанкротится компания, то есть окей, в лучшем случае вы сделаете 100%, но вырасти акции, посмотрите, они растут на сотни, на тысячи процентов, то есть ваш риск, ваш коэффициент, риск-прибыль, он отрицательный, потому что когда вы шортите, да, то у вас ожидания, вы все-таки работаете против тренда в основном, потому что тренды по нормальным акциям, по-хорошему они восходящие, и индекс, если вы будете шортить, вы вступаете в такую игру против экономики США, скажем так, и я не вижу там большого смысла, только если как хедж, и вы профессиональный участник, вы знаете, что делаете, тогда можно рассмотреть такой вариант, а просто брать и на всю котлету шортить, нет, не лучший вариант, не зря вот у той же компании Admiral Markets, если мы говорим про счет Admiral Invest, запрещены шорты, то есть только лонги без плеча, вот это идеальный тип счета, да, идеальные условия для начала трейдинга на фондовом рынке, потому что вы не будете не перебирать плечи, вы не будете шортить, вы будете просто покупать хорошие акции по классным ценам на каких-то коррекциях, да, то есть это будет очень-очень вам полезно. Так, давайте я еще раз включу демонстрацию экрана, хотел вот еще какую вещь сказать, в содружестве с Admiral Markets мы только запустили мини-продукт, скажем так, мини-проект, это брокерский счет плюс обучение, если вам интересно понять, как покупать акции, где их находить, по каким ценам, как строить уровни, как работать с объемами, как анализировать финансовые показатели компаний, чтобы понять, какие акции покупать, свой портфель, какие нет. Вот, я думаю, что если на ютубе, в описании будет эта ссылка, можете потом перейти, почитать, посмотреть. Здесь идея очень простая, что вы открываете счет, допустим, от 600 долларов, оплачиваете курс, из 10 лекций он состоит, это видеокурс, его можно проводить хоть завтра, да, то есть в любой момент вы получаете доступ, оплачиваете курс, он стоит там в районе 350 баксов и получаете часть оплаты этого курса 200 долларов как возврат на свой счет такими бонусными, бонусной суммой, да, которую при радиусловии вы также можете снять. Вот, очень интересное такое предложение, здесь также есть момент, если вы там открываете счет от 2000 долларов, можете получить скидку на курс 20 процентов и также возврат на счет, посмотрите, очень интересное предложение, курс классный, 10 занятий, все, кто проходил, нет неких отрицательных отзывов, только положительных, потому что там самое мясо, опыт за 11-12 лет по финансовым рынкам, по фонде, вы можете все это взять, получить, уделить там 10 лекций посмотреть, 10 занятий и получить, ну, если не исчерпывающую информацию, то близко к этому, чтобы начать спокойно самим торговать на фондовом рынке, там ни на кого не смотреть, не рассчитывать. Ну, как-то так, я думаю, что для первого вебинара у нас неплохо получилось, я надеюсь, что в следующий раз мы будем сами активнее, друзья мои, и проходить на вебинар, мы с Адмиралом договорились на данном этапе, что раз в месяц будет проходить какой-то вебинар с моим участием, вот, поэтому буду периодически появляться на радарах и для вас какие-то вещи полезные рассказывать. Ну, и также еженедельно я стараюсь записывать для Адмирала коротенькие видео с обзором по фондовому рынку, поэтому тоже подключайтесь, смотрите на YouTube-канале официальном Адмирала будет, я думаю, интересно и полезно. В этом, в принципе, все, всем большое спасибо, Роман, еще раз тебе большое спасибо за приглашение, друзья, если будут вопросы, пишите на YouTube в комментариях под этим видео, позже я туда зайду, отвечу. Всем всего доброго, хорошего вечера и увидимся, всем пока. Спасибо большое, Виталий, и также со своей стороны спасибо всем участникам. Переходите на ссылку на YouTube, вот выше ее приложил, и также там вы сможете найти уже новое видео Виталия, которое он также специально записал. Поэтому всем спасибо и будем ждать вас уже на следующих наших вебинарах. Виталий, Субтитры сделал DimaTorzok